Добрый вечер, доброго дня, может быть, доброе утро, хорошего времени суток. Мы с вами постараемся соприкоснуться с книгой псалмов Давида. Прежде всего я хочу сказать, мы знаем, что есть масса претензий к царю Давида, предъявляют люди к нему претензии. Говорят, вот, грех с Батшевой, говорят, послал на смерть Уриахити. Я не хочу вдаваться в подробности этого вопроса, я только хочу представить вместе с вами одно. Книга псалмов – это тексты Давида, это его песни, которые стали основой для всех молитв, для всех наших молитв на протяжении всех поколений. Эти песни звучали каждый раз, когда в храме приносились жертвы. Человек, который молится словами Давида, он уже приближается к небесам, приближается ко Всевышнему. Так разве человек, который совершил страшные преступления перед Всевышним, перед людьми, он удостоился бы такой высоты, удостоился бы такой заслуги, удостоился бы того, чтобы его молитвы поднимались ко Всевышнему и поднимали наши молитвы ко Всевышнему. Невероятно, невзоподобно. Сын, который родился у него, построил храм, царь Шламо. Значит, не всё так просто с его грехами, так сказать. Поэтому Талмуд и говорит, трактат Шаббат, «Всякий, кто говорит, что царь Давид согрешил, ошибается». Талмуд не говорит, что царь Давид не согрешил. Талмуд говорит, всякий, кто скажет, что царь Давид согрешил, ошибётся. Не говори. Это очень тонко, очень сложно. И если немного разобраться, то мы увидим, что поступки Давида, все его поступки, это совсем не то, что представляется на первый взгляд. Но мы с вами представим себе, что царь Давид родился в районе 900 года, родился в Бейте-Лехеме, в Иуде. И у него не очень сложилось по многим причинам отношение в семье. И он с самого раннего детства паскот в пустыне, уходил далеко, туда, где не заходят люди, встречал и львов, и медведей. И самое главное, про Давида говорится, что он был Яфе и Наим. У него были красивые глаза. Красивые глаза. Разве это так важно? Когда говорится красивые глаза, это значит глаза, которые умели видеть красоту. А что такое красота? Яфе на иврите – это как бы аббревиатура. В самом слове есть аббревиатура. Еш-пе. Есть уста. Человек смотрит на мир, и он чувствует, что весь мир говорит. Говорит кто говорит? Природа, птицы, звери – нет. Это Всевышний говорит с человеком. За каждым материальным объектом скрывается Слово Всевышнего. Ведь не даром мир был создан Словом. Значит, весь мир обращается к нам. Весь мир говорит с нами. Весь мир представляет собой речь Всевышнего. Так вот, Яфе и Наим – это глаза, которые умеют видеть красоту. И вот Давид проходил по Иудейским горам. Каждый водопад для него был голосом Всевышнего. Вот он падает, вот его вода обрушивается вниз и в другие воды, в водоем. Он слышит этот голос, и это для него как голос Всевышнего, который говорит с ним. Он видел птиц, животных, и он старался понять, а что это значит? Что Всевышний хочет ему сказать? И у него был, конечно, особый дар. Не даром, Яфе и Наим – это дар. Красивые глаза, глаза, которые умеют видеть красоту – это дар. И он с детства ощущал себя в руках Всевышнего. Он говорил, вот скот передо мною, я пасу его в моих руках, так же, как я пасу скот, так Всевышний пасет меня. Он поднимал глаза к небу и видел звезды. И говорил, что это перец Всевышнего, палец Всевышнего, как велика Вселенная. И как мал человек. И всё же Всевышний вспоминает о человеке. Обо всём этом думал царь Давид. И к нему приходил Божественный Дух. И подхватывал его вдохновение. И он говорил песню. Позднее, когда он стал царём, а он стал царём сначала в Хевроне, 7 лет он правил в Хевроне, то он вставал ночью и вставал не сам. Он до полуночи учил Тору. Конечно, хотел задремать, положить голову, наверное, на стол. Но когда его охватывало дрема, то ровно в полночь звучали струны Кинора, его арфы, которая висела у него над головой. Это Божественный Дух перебирал струны этого инструмента. Давид брал этот инструмент и начинал петь. И его голос разносился по всему Хеврону. Люди просыпались. Но никто не ругался. Никто не говорил тяжёлых слов, что ему мешают спать. Песня подхватывала их, подхватывала их душу, воздышала. И это была цель Давида. Он не написал комментарий к Торе. Он не написал Талмуд, хотя, наверное, мог написать его. Он написал то, что должно затронуть душу сыновей Израиля. Возвысить их, поднять их. Потому что просто одно изучение Торы, оно, наверное, не могло с точки зрения Давида решить проблемы. Нужно было вдохнуть в народ дух. Дух, близкий к Духу пророчества. Божественный Дух. Это то, что могло поднять и возвысить народ. Между мудрецами есть спор в Елкутшеване. Они говорят, что Давид говорил, что мудрость находится в голове. А его сын, царь Шламо, говорил, что мудрость находится в сердце. Недаром царь Шламо просил Всевышнего в Левшомео, в сердце, которое слышит. Но тут мы можем представить себе, что на самом деле, если мы смотрим в книге, написанной ими псалмы Давида и притчи Шламо, то мы представляем себе, что на самом деле несколько все наоборот. Давид. У него все идет от сердца. От эмоционального восприятия. У Шламо, наоборот, от логического рассуждения, от норовоучения, от наставления. Как же нам понять? Наверное, каждый из них говорит о том, что ему больше не хватает. Давид говорит, у меня сердце превалирует над головой. И мне не хватает, немножко не хватает головы в момент моего подъема духовного. И действительно, он был таким человеком. Он был великим мудрецом Торы. Но вдохновения, Божественный Дух превалировали над всем. Шламо говорит, мне немножко не хватает, мне немножко не хватает, мне немножко не хватает сердца. Я рассуждаю, я очень все хорошо знаю, я иду по мере строгого суда. Как бы мне раскрыть сердце? Пусть Всевышний даст мне сердце, которое слышит. То, что гораздо в большей степени было у моего отца Давида. После этого видения мы с вами можем, надеюсь, погрузиться в первый псалом и представить себе, с чего начинает Давид. И он говорит, о счастлив человек, который не ходил по наущению злодеев, и на дороге грешных не стоял, и не сидел с насмешниками в ряд. Счастлив. Что такое счастье? Недостаточно сказать, что человек создан для счастья, как птица для полёта. Что есть счастье? Счастье. Это для каждого творения. Это исполнить своё предназначение. А предназначение каждого творения, и у человека-то особенно, это раскрыть божественное присутствие в мире. А божественное присутствие – это добро. И вот задача каждого человека – привнести в мир добро. Нет, нет, ему не нужно самому страдать. Он тоже должен быть счастлив. От того, что он несёт божественный свет, божественное добро он привносит в мир. И сам приближается ко Всевышнему. И так счастье. Это исполнить своё предназначение. То, для чего ты создан. И, конечно, у каждого человека свой путь в этой трудной задаче – раскрыть божественный свет для себя, для других. И как найти этот путь? Но об этом царь Давид поговорит позже. А вот сначала он даёт общие положения, общие посылки, которые для всех общие. И вот счастлив человек, который прежде всего не делал плохого. Не ходил по наущению злодеев. Ну, конечно. Мы никогда не будем слушать совета злодеев. Но дело в том, что злодей – это не всегда что-то страшное, ужасное, с клыками, зубами, как у сублюзового тигра, с физиономией, похожей на животное. О, нет и нет. Злодей, он выглядит тогда очень благообразно. Более того, злодей может быть в отношении одной какой-то заповеди. Он всё соблюдает. Он всё делает. Но он не понимает, что такое неворон. И он считает, что если у богатого есть много, если взять у него немного, то богатый не заметит. И какая же это мировая несправедливость, что у одного есть много, а у другого есть мало. И поэтому он оправдывает свои неблагопристойные поступки. Может быть, он ворует не напрямую, а косвенным образом. И он говорит другому, говорит нам примерно так. Ну что ты? Ну все воруют. Так мир устроен. И это правильно. Правильно. И на самом деле, когда ты воруешь, ты даже устанавливаешь мировой порядок, мировую справедливость. Кажется примитивно и даже, может быть, не очень умно. Но это встречается в жизни очень часто. И подтверждением тому это притчи царя Шламова. С чего он начинает свою книгу? А он говорит. И зачем я говорю притчи? Чтобы научить юношу дать хитрость. Чтобы он понимал, что такое хитрость. Чтобы его не обманули те же самые злодеи. И чтобы он не оставлял Тору. Это все хорошо. И тут он говорит неожиданно. Но в самом начале. Сын мой, если будут соблазнять тебя грешники, не ходи с ними. Если они скажут тебе, пойдем вместе с нами. Поставим засаду на кровь. Будем охотиться на человека чистого. Даром. То есть нам ничего за это не будет. В скобках. На человека чистого. Праведника. Гораз легче охотиться, чем на злодея. Они сразу понимают. На человека чистого. Все будет в порядке. Он беззащитный. Мы съедим его. Проглотим его живьем. И вместе будем делить добычу. И наполнится наш дом. Добычей. Мы вместе. Ты вместе с нами будешь бросать жреби. Когда мы разложим добычу. И будем делить по жребе ее. Говорит царь Шламов. Сын мой, не ходи с ними. Удержи свою ногу от пути их. Но разве это непонятно? Разве это непросто? Оказывается, что это нужно повторять с утра до вечера. Напоминать себе, что всегда в жизни бывают люди, которые подсказывают тебе вроде бы правильный и справедливый поступок. А он на самом деле является нарушением Торы. Он привносит в мир зло. И если Торой запрещено воровство, то оно запрещено всегда. И иногда все равно украл человек много или украл он мало. Воровство – это преступление не только против человека другого. Это и преступление против Всевышнего. Потому что человек своим воровством привносит в мир идею, чувство такое. И у себя его вырабатывает. Что Всевышнего не видит. И первое преступление, которое совершил Адам, было воровством. И воровство бывает разное. Бывает воровство, которое выражается как обман, подлог и так далее. И это, естественно, только один пример. Но мы представляем себе, насколько опасен совет злодеев. Злодеев, соблюдающих и соблюдающих субботу. Ну вот, в работе своей, нечестных, обманывающих, ставящих своей целью, заработать как можно больше денег, а не сделать, не выполнить честную работу. И они втягивают тебя в это. Поэтому остерегайся. А Давид говорит. Счастье в том, чтобы не промахнуться и не сбиться с пути прежде всего. Потом, может быть, еще что-то добавится к счастью. Но счастье, начало счастья с того, чтобы не поступать плохо. Не делать плохо. Не делать неприглядные, нехорошие поступки. И на дороге грешных не встаем. Грешник – это нечто другое. Грешник – это человек, который очень хорошо знает, что не надо делать и что забрещено. Но дурное начало его тянет. И он живет по принципу, ну, если очень хочется, то можно. И когда он делает, отходит от Торы один раз. Например, ест идет, ест некошерный с друзьями. Приходит домой, у него все кошерное. Кухня кошерная. Ну, вот, друзья пригласили, пошли вместе, посидели, как говорят. Его тянет еще раз. Об этом сказал Беназай. Заповедь. Лечет за собой заповедь. А преступлением лечет за собой преступление. Совершив одно преступление, человек его тянет к другому преступлению. В другом преступлении, в конце концов, он становится на дорогу преступлений. Так вот, Давид говорит, что счастлив человек, который ни одного раза не встал на этой дороге. Потому что, в принципе, надо было сказать, не ходил по дороге. По дороге ходит. Нет. Он даже не встал на эту дорогу. Одной ногой не встал на эту дорогу, не поддался своему внутреннему дурному желанию. И не сидел с насмешниками в ряд. Кто такой насмешник? Насмешник – это тот, кто обесценивает ценности. Прежде всего, приводят в пример всегда Амалека. Когда сыновья Израиля перешли через море, все народы испугались. И никто не был готов боевать с сыновьями Израиля. А встать на их пути по дороге в землю Канаана. Ни один народ. Пришел Амалек с единственной целью для того, чтобы убить кого-то из сыновей Израиля. И показать всем народам, что на самом деле Бог, который защищает сыновей Израиля, он не всесилен, их можно убивать. Это называется осмешка. Насмешка – обесценивание ценностей. В жизни это очень часто встречается, когда говорят тебе. Ну, что ты делаешь? Зачем ты борешься за справедливость? Зачем ты доказываешь правду? Ну, кому это нужно? Правда сегодня не в почете. Нужно жить так, чтобы хорошо зарабатывать. Удобно. Вот не надо бороться за правду. Бывает и так, что говорят, что... Ну, зачем ты учишь Тору? Ну, что это такое? Есть вещи гораздо более интересные. Или, да, почему надо учить все время Тору? Есть работа, есть еще что-то. Конечно, человек должен зарабатывать, понятное дело. Но тебя... Насмешники пытаются тебя убедить, что Тора вообще... Ее ценность, она низка сама по себе. И так далее. Можно привести еще множество примеров. Обесценивание ценностей. Это очень часто встречается в нашем мире. В мире, который живет. В мире, который мы называем постмодернизмом. Постмодернизм как раз это и обесценивает девальвацию ценностей. Всех ценностей. Бывает, когда меняют приоритеты ценностей. А бывает, когда говорят, что их нет. Все субъективно. Каждый делает, что он хочет. Единственное правило, это не мешать другому. А ты сам делаешь, что хочешь. Абсолютных ценностей в мире не существует. Это ужасная насмешка. Окружающий нас мир очень часто превращается в одну склошную насмешку. И если человек придерживается этих правилов, то это основа для счастья. Но это еще не все. И говорится. А только к Торе Всевышнего его стремление. И о Торе его он размышляет днем и ночью. То есть у человека, его внутреннее желание к Торе. К Торе не обязательно к недельной главе. К Торе как к познанию, раскрытию Всевышнего. Как к словам Всевышнего, которые мы должны понять. И вот к этому его влечет фактически. Его влечет к тому, чтобы превратить весь мир в речь Всевышнего. Услышать его. Так же, как Давид в пустыне пытался, даже можно сказать, слышал весь мир как речь Всевышнего. Как призыв к человеку, как разговор с человеком. Человек хочет так же. К этому лежит его сердце. Но у него, может быть, и не получается, очень часто не получается, у многих не получается. По разным причинам. Работа, обеспечить семью и какие-то другие проблемы. Но он хочет к Торе Всевышнего желания ему. И это основа для счастья. Есть и другой человек, который размышляет о Торе Всевышнего днём и ночью. Который размышляет о Торе его днём и ночью. В трактате Таанин говорится, почему сначала говорится, что желание его к Торе Всевышнего. А потом говорится, что он размышляет о Торе его днём и ночью. О Торе чей? О Торе этого человека. Потому что тот, кто погружается в Тору, тот, кто действительно размышляет о ней днём и ночью, он способен размышлять о Торе днём и ночью, она превращается в его Тору, в Тору человека. Потому что это не значит, что у каждого свой закон, но при помощи Торы он воспринимает Тору и мир при помощи Торы так, как ни один другой человек не может воспринять. Он для этого и рождён, чтобы прочитать Тору и прочитать мир через Тору, увидеть его своими глазами, так, как только он может увидеть. И поэтому говорят, что на что похоже, когда не дает Бог, умирает человек, там же в трактате Танин, говорится, это похоже на то, как сгорает свиток Торы. Всё, той Торы, которая была, которая была или могла быть в мире, благодаря этому человеку войти в мир через этого человека, она уже никогда не войдёт. Будет другая Тора. Но этой Торы, Торы, этого человека, его особого восприятия через те способности, которые ему были даны, её уже не будет. И вот он размышляет о Торе Всевышнего днём и ночью. И будет он, как дерево, посаженное у разведения вод, которое плоды даёт вовремя, и листь его не увянут. И всё, что он будет делать, будет удачным. Праведного человека сравнивают с деревом, которое посажено у вод, то есть его корни в духовном мире где-то. У разведения вод, у тех вод, которыми питался сад, сад Эден. Вод, которые вытекают как бы откуда-то из духовного мира. Там, там его корни. Оттуда он черпает свои жизненные силы. Оттуда он черпает все свои представления и понятия из духовного мира. А плоды он даёт в этом мире. Плоды – это то, что он может дать людям. То, чему он может научить людей. И плоды – это пища для его учеников. И листья его. А листья у дерева для исцеления. Листья исцеляют. Дают пищу, духовную пищу. И исцеляют. Это праведник. И всё, что он делает, бывает удачно. Если человек привязан к Торе, привязан ко Всевышнему – это залог успеха. Но только искренне. Без обмана. Это залог успеха. И к этому Давид возвращается много раз. Не так злодеи, они как шелуха, которую гонит ветер. И поэтому не встанут злодеи на суде, а грешные не встанут вместе с праведниками. Злодей похож на шелуху, которая оторвалась от зерна или от плода, высохла и её гонит ветер. Потому что разные люди есть. И у разных по-разному получается. Но если люди привязаны к чему-то главному, к плоду, то в этом есть смысл. Даже сами, если они не представляют из собой плод или не дают этот плод, они защищают этот плод. А когда они оторвались, они как шелуха, которую гонит ветер. Гонит ветер с земли, со святой земли. Куда-то они не привязываются к месту, они не чувствуют места на святой земле. И гонит ветер, у них нету своего места на святой земле. И поэтому они не встанут на суде. У Всевышнего есть принцип. Он со злодеями не разговаривает. Потому что что-то ему злодею не скажи, а он тебе в ответ что-то. Ты ему скажешь, зачем ты воровал, а он тебе скажет, а я немного. А он не почувствовал тот, у кого я украл. И так далее. То есть человек, который не способен раскаиваться, понять, осознать свой поступок. Всевышний с ним не разговаривает. И он не встанет на суде. А грешный в обществе праведникам. Тоже можно понять, что у праведников и у грешников. Разная основа души. Разная чистота души. Ибо знает Всевышний, ибо знает Ашем, путь праведников, а путь злодеев пропадет. Всевышний знает путь праведников. Не всегда видно, где он праведник. Бывают праведники мнимые. А бывают праведники настоящие. И их не видно. Мнимых праведников было очень много. Они ходили в свое время из местечка в местечко. Представляли себе большими мудрецами Торы. Рассказывали Драшу какую-нибудь в субботу. И собирали деньги под несуществующую ешилу. Это было настоящим явлением. Есть такой даже анекдот. Как один мнимый праведник пришел. И он знал только комментарий на главу Корах. И вон он в субботу поднимается. И после чтения Торы. И для того, чтобы сказать Драшу. Достает платочек. Прикладывает его к колбу. Как будто ему жарко. Потом роняет платочек. И нагибается, чтобы его искать. И говорит. О, провалился как Корах. Ну, если мы вспомнили Кораха. Давайте поговорим о Корахе. Так что этот анекдот показывает. Что таких мнимых праведников было немало. Не всегда можно увидеть праведника. Всевышний знает путь праведника. Он знает его путь точно. А дорога злодеев пропадет. Пропадет в будущем. И поэтому не будет возможности злодействовать. Всевышний раскроет свое присутствие в мире. Оно будет четко ощущаться. И никто даже не захочет злодействовать. Не захочет. Говорят, что у Куатского Рэбе. Однажды один пан спросил. А кто такой Машир? И Куатский Рэбе ему сказал. Это царь. Пан ему сказал. Пан свободный. Он ему сказал. А если я не захочу ему подчиняться? На что Куатский Рэбе ему сказал? Что если вы ему не захотите подчиняться. Это не Машир. Машир, не Машир, мы оставим это сложное понятие в стране. Но из этого можно представить себе, что когда божественное присутствие раскрывается в мире, уже и злодействовать-то не хочется. Всем самого всего доброго. Надеюсь записать для вас еще псалмы царя Давида. Пусть это нам поможет. Возвысит нас. Защитит нас. Всем всего самого-самого доброго.